Добрый день, друзья! Меня зовут Андрей. Меня зовут Ярослав. И сегодня вторая серия нашего проекта «Народный покупатель. Версия 2.0». Сегодня мы подготовили с вами вам обзор замечательной виллы, которая находится в городе Фенистрат. Эта вилла чуть дороже, чем ту, которую смотрели мы в прошлый раз, но я надеюсь, Ярослав и в этом месте найдет те маленькие точки, которые нужно обязательно было подчеркнуть. Мы обязательно-обязательно все подчеркнем, как и в прошлом видео. В этот раз мы подготовились немного больше. И в итоге, в принципе, все те вопросы, которые мы задавали в предыдущем видео, людям понравились. По комментариям мы это видим. И, соответственно, решили немножко продолжить. И также пишите ваши комментарии. Углубить, расширить! И мы хотим еще раз напомнить, конечно, то, что вы можете сами рекомендовать, какие вопросы задавать, на чем ставить акценты. Может быть, съездить в другой город, показать вам что-то в другом городе. Но это всего лишь пока что пробные варианты, так что мы ждем от вас фидбэка. А сегодня мы с вами находимся в Сьерра-Картине. Ярослав здесь не был ни разу, виллу не видел ни разу, поэтому он, грубо говоря, живой, свежий покупатель, который не видел объекта ни разу. Расскажу немножко о том месте, где мы находимся. Мы находимся в Сьерра-Картине. Здесь есть свой собственный ресторан, здесь есть свой собственный спа-клуб, фитнес-центр, теннисная академия и, конечно же, консьерж-сервис, который работает 24 часа в сутки. Но не будем затягивать. Пойдем смотреть виллу. Поехали. Поехали. Ну что ж, друзья. Я и мой коллега Ярослав в роли злого покупателя приехали с вами в город Фенестрад, чтобы посмотреть замечательную виллу, которая стоит очень дорого. Об этом мы поговорим чуть попозже. Давайте сначала оценим вообще состояние этого участка, состояние виллы. Вилла шикарная, сразу могу вам сказать. Я ее уже видел заранее. Ярослав ее еще не видел. Поэтому мы еще посмотрим. Он еще не знает, какая красота его ждет. Но мы сейчас находимся на въезде. Соответственно, здесь вот такого плана въезда. Наверное, она на две машины. Как вы считаете, мой злобный покупатель? Ну, две машины, наверное, мы с вами видим, влезут спокойно. Вот. В одним из прошлых роликов мы видели места и поменьше. Здесь, соответственно, мне место нравится больше. Сразу хотим отметить вот тот факт. Видите, вот там вот черный ящик. Это не просто черный ящик, который вы видите по первому каналу каждый раз. Это зарядка для электромобилей. Так что здесь застройщик предусмотрел уже и это новшество. Потому что многие, когда приезжают в Испанию, хотят перейти полностью на экологический вид транспорта. Вот здесь. Идут много со временем, как говорили. Да. Искусственный газон, опять же, очень легко ухаживать. Не требует никаких лишних затрат со стороны собственника. Автоматический полив. Здесь вот уже посажены пальмы. Есть фруктовые деревья. Сейчас увидим чуть-чуть уже. Довольно-таки большой бассейн. Бассейн здесь не стандартных размеров, как в Испании. Там 3 на 7. Здесь примерно 4 на 8, наверное. 4 на 9, может быть. Здесь есть вот небольшая такая сидушечка, а-ля гидромассаж. Мне кажется, это хорошее решение для... Во-первых, такого большого участка. Участок здесь почти 500 квадратных метров. Не стандартных, да, в Испании тоже. Потому что стараются сократить там 400-360. Насколько я знаю, вода в этом бассейне соленая, правильно? Да, но она не такая соленая, как море. То есть, это не прям, что вот морская вода. Эта вода чуть-чуть подсолена. За счет соли как раз и проходит обеззараживание. Отлично. Ну, а если я любитель хлорки? Ну, тогда добавьте туда, и будет тоже так. Двигаемся дальше. Здесь очень здорово сделана зона патио, зона террасы. Она, как видите, частично закрыта. За счет вот такого необычного рельефа крыши он сейчас открытый. Но впоследствии можно сделать там, положить стекло или натуральное стекло и закрыть это полностью. В итоге у вас появится как бы защита от дождя и всего остального. Но при этом у вас всегда сохранится такая вот фактура, что вроде бы и солнышко есть, и при этом все закрыто. Здесь вот сделан обеденный стол. Тоже очень важно отметить, что терраса здесь очень большая. Вот мой покупатель, наверное, согласится, что здесь и спокойно помещается и стол, и зона отдыха. И прям очень гармонично все выглядит, потому что вот здесь вот как раз выход с кухни находится. У меня с тобой чем достаточно для того, чтобы зателить всю свою компанию, семью. И всех, кто может приехать сюда, к вам в гости. Точнее, к нам уже, наверное, как покупателям. Да, мне очень нравится планировка. Дом спланирован очень грамотно. То есть зал достаточно большой, вытянутый, с кухней, с обеденной зоной. Но при этом вот эта вот крыша, патио, создает еще и полезное пространство на улице. Здорово сделано. Я считаю, что это архитектор большой палец вверх. Двигаемся дальше. Переходим на заднюю часть двора. Как видим, здесь везде искусственная трава. Вот то, что мы говорили про насаждение зеленое. Вот они, лимончики растут. Очень рекомендую всем тем, кто хочет переехать в Испанию и думает, какие деревья посадить. Вот лимон, апельсин, самое оно. Требует ли много они ухода за собой? Нет. На самом деле, лимон плавононосит практически круглый год. Есть небольшое перед время, когда лимоны просто висят, но они растут. Но вот особые поливы-то не нужны. То есть капельная система автоматически поливает его два раза в сутки. И этого достаточно. Очень мало ухода требуется. И листья, кстати, крайне редко опадают, что тоже очень хорошо убирать не нужно. Немного хочу сказать про заднюю часть этого дома. Многие из вас привыкли, что дома в Испании строятся вот такими кубиками поселки, где там один дом, второй, третий, четвертый и так далее. Здесь немножко другая система постройки. Она идет снизу вверх. Это такая, скажем так, ну, не очень литературное слово, кишка, да? То есть участок, который идет под уклоном, сверху вниз. И с правой стороны это зеленая зона, принадлежащая пятизвездочному гостинице Asia Gardens Spa Thai Hotel. То есть эта зона никогда не будет построена. То есть здесь запрещено другое строительство. Она относится к гостинице. И это несомненный плюс, потому что дорога, получается, у собственника этого дома будет только с одной стороны. Поехали дальше. Здесь у нас стоит что-то шумящее. Андрей, что у нас здесь? Здесь у нас вся система кондиционирования и отопления этого дома. Это система аэротермии, которая создает комфорт в доме и при этом не тратит много денег. Это современная технология на пользу. То есть мне, как покупателю, это поможет сэкономить? Да, это большой плюс, потому что расходы на содержание дома сокращаются в полтора раза. Отлично. У нас с вами здесь есть какой-то закуток. Что здесь, Андрей? То же самое. Двигаемся дальше. Попадаем здесь технический такой... Здесь технический подвал, прежде всего. То есть вот эту решетку можно открыть, туда залезть. Там под домом есть пустое место. И кто, если хочет создать погреб, вот вам уже лючок готовый. Его можно потом будет облагородить и сделать из него полезную площадь. Но здесь сейчас стоит вот этот бойлер. Это тоже относится к системе аэротермии, которая создает, опять же, комфорт, уют и подает горячую воду в дом. Мы сейчас идем по самой задней стенке дома. И вот хотел отметить вот эту вот часть. Это система освещения. Она включается автоматически, когда, соответственно, темнеет. То же самое есть и на парковке. То есть дом практически всегда подсвечен. Здесь вот ставят декоративные растения в катках. Но, опять же, их можно посадить в землю. Никаких проблем. Желание собственника. Очень интересный момент. Немногие ставят стекла застройщики в заднюю часть дома. Формулируют тем, что задняя часть дома лучше сделать приватность. Но они здесь сделали две вещи, чтобы сохранить эту приватность. Есть, во-первых, жалюзи автоматические, которые опускаются, создают плакал. И также и занавески. Сейчас мы их посмотрим изнутри. Попадаем вовнутрь. Сразу хочу сказать, здесь очень-очень приятно. Здесь работают кондиционеры. Когда входишь сюда с улицы, существует прям такая аура. Ощущение комфорта и холода. Здесь просто прохладно относительно улиц. Сейчас лето и тридцаточек на улице. Это много. Да. Что ты чувствуешь, попадая вот сюда? Потому что я хочу вписать свои чувства чуть позже. Хочу сначала спросить тебя, что ты чувствуешь? Первое ощущение, когда заходишь сюда, когда попадаешь в этот объект, в этот дом, это ощущение пространства и воздуха. Кондиционер, который дал нам сейчас большой контраст при заходе после 30-35 градусов жары, это очень прохладно. И потом очень просторное, открытое помещение, которое дает большое количество доступа. Я не чувствую себя здесь закрытым. Я не чувствую себя здесь всплыванием, скажем так. Видит большое количество окон, дверей, где я могу заходить и выходить, у меня есть ощущение воздуха и консторности здесь. Я тоже самое хотел сказать. Дело в том, что вот эти окна, которые идут по той стене, задней стене, они не дают вот такого скомканности пространства. Наоборот, расширяют его. И в дом действительно кажется намного больше, чем он является. Сколько бы ты дал метров этому квадратному дому? метров, вот именно первому этажу. Ну, вообще, в общем, сколько ты думаешь здесь квадратных метров? 150, 160. Здесь полезная площадь этого дома всего лишь 120 квадратных метров, чтобы вы понимали. Но при этом здесь все настолько компактно и грамотно построено, что вот не чувствуется этого. Дом, кажется, намного больше, и я бы дал этому дому около 200 метров. Но хотя это абсолютно не так. Ну что ж, вернемся к обзору. И первым делом мы попадаем в зону гостиной. Опять же, важный фактор, да? Архитектор при планировании, при строительстве этого дома, при его компоновке, он очень все грамотно предусмотрел. То есть здесь зона отдыха, и зона отдыха также идет и на улицу. То есть выходя через вот эту вот дверку боковую, вы сразу же попадаете в зону отдыха бассейна, и можете точно так же с удовольствием отдыхать и там. Столовая зона, опять же, коррелирует с зоной столовой на улице. По мне, так это тоже один из плюсов. Причем самое важное, что из кухни есть доступ как раз в зону столовой, и не обязательно ходить через, обходить всю кухню, чтобы поставить туда блюда и так далее. То есть я бы еще сделал, наверное, барбекю напротив вот там, и как раз это была бы такая скомпонованная зона именно для питания. Превосходно. Пока вопросов не имею. Что хотел отметить отдельно. Остров. Все привыкли уже к тому, что острова во всех новых домах это must-have, это такой уже сформировавшийся тренд на сегодняшний день. Но здесь остров, он в полтора, в два раза больше, чем стандартный. Ярослав не даст соврать, здесь реально есть место и для еды, и для ее приготовления, и для тех, кто эту еду, соответственно, употребляет. То есть здесь полноценная зона для завтрака, и на самом деле, может быть, в какой-то момент можно исправиться даже от стола и сделать зону гостиной еще больше, потому что места абсолютно достаточно. Еще немаловажный факт, это то, что здесь кухня, ну, укомплектована по самой, я не знаю, для любой хозяйки здесь найдется место для любой посуды. То есть те, кто любит готовить или хранить вещи, здесь в каждом вот этом отсеке есть место для хранения любых приборов, и всего, что нужно. Я так понимаю, с одной и с другой стороны. Да, то есть места более чем достаточно. Еще один очень немаловажный факт, особенно для выходцев из СНГ, это двухстворчатый холодильник. Тоже абсолютно необычная вещь, потому что в Испании, как правило, обычно одна створка, здесь сразу же застройщик предусмотрел возможность установки двух холодильников, двух морозильников. Они хоть как бы и похожи, но не встраиваемые, но это большой плюс по мне. Техника вся Сименс, но опять же, тут дом идет неукуплектованной с техникой, то есть вы можете выбрать технику по своему усмотрению. Это может быть Сименс, Бош, Милле, любая марка, которая вас устроит. То есть тут цены, которые вы мне озвучите в конце, Андрей, соответственно, она не будет включать в себя ту всю красоту, которую мы сейчас видим. Да, все идет без мебели и без техники, но как бы это такова реалия. Двигаемся дальше и попадаем с вами в гостевую, первую гостевую спальню. Гостевая спальня. Кажется ли она маленькой? Маленькой она не кажется, однозначно. Я скажу так, что я видел и главные спальни поскромнее, чем такие. Здесь, на самом деле, абсолютно нормального размера queen-size полутораспальная кровать. Можно поставить и еще больше, потому что шкафу это не мешает, он раздвижной. Полностью укомплектованный, тоже есть уже встроенный. Что очень важно, здесь в фурнитуре уже предусмотрели розетки с зарядкой для USB. То есть вам не обязательно носить с собой адаптер, что очень-очень важно. И в наше время это большой плюс. Панорамные окна с двух сторон, вид на бассейн. Мне кажется, очень хорошая гостевая спальня. Здесь есть санузел, но этот санузел не принадлежит к именно спальне. Это больше санузел для всего первого этажа. Хороший светлый санузел с очень качественной техникой. Техника фирмы Виллероинбох очень дорогая и богатая. Вот мы зашли в эту маленькую ванну. И здесь вот такой небольшой шкафчик, шкафчик а-ля постирочная. Здесь будет стоять сушу и постирочная машина. Ну маленько-немаленько, мы встроим здесь, помещаемся. Да. Ну что ж, давайте посмотрим с вами теперь второй этаж. Приглашаю вас на просмотр. Что это за шкаф? Насколько я понимаю, это какой-то... Думаю, что можно открыть его и показать всем желающим. Это шкафчик для верхней одежды, небольшой гардероб, но и... Там есть еще шкафчик? Но это нет, это счетчики для учета электроэнергии и автомата. А, отлично. Поднимаемся на второй этаж. Проходите, Ярослав, я после вас. И сразу же, да, здесь вот гостевая спальня. Хотел отметить этот небольшой момент, что здесь и внизу, и наверху есть автомат для открытия ворот. То есть здесь будет видно, кто к вам пришел. И вы можете спокойно, находясь в спальне, открыть дверь, колебку для посылки или для друзей. Это уже более похоже на главную спальню, но она еще не главная. Здесь есть свой санузел, здесь есть шкаф, здесь есть своя терраса и достаточно места для установки двуспальной кровати. Давайте выйдем на террасу, посмотрим с вами, что же мы можем отсюда увидеть. Место очень зеленое, здесь вокруг везде сосны. Участок впереди, это участок под застройку. Мы пока не можем вам сказать, что здесь будет построено и когда. Но когда-нибудь здесь обязательно будет стоять дом. И, конечно же, часть видов он может закрыть. Но пока виды здесь панорамные, то есть видно от Вилла Хайоса и до конца Бенидорма. Небольшой вопрос к вам, Андрей. Мы не близко с природой, правильно, насколько я понимаю? Как вопрос со всякой живностью, всякими жуками и прочими вопросами. Будут ли они нас мучить? Я скажу так, что жуков здесь особо нету. Здесь иногда бегают кролики. Можно поймать и сделать из них рагу. Ну а так с насекомыми здесь бывает, конечно. Бывают и летающие тараканы, которые уже, наверное, известны всем нашим зрителям. Это так называемые кукарачи. Кукарачи. Не страшно. Двигаемся дальше. И заходим с вами в главную спальню Master Bedroom. Здесь сразу же на стене контроллер для кондиционирования воздуха. Своя собственная ванная. Огромный гардероб. Если я найду, как он открывается. Все, естественно, шкафы вдоль стены. То есть места хватит и мужчине, и женщине, и даже двоим. Одновременно. Спальня очень большая. Смотря сколько места занимает вас и женщина. Потому что в шкафах им всегда мало места. И, возможно, вам останется последний маленький створк. Ну вы сразу застолбите место, когда переедете. Кровать стоит довольно-таки, опять же, большая. Но можно поставить еще больше. В принципе, место для этого есть. Комната огромная. То есть на испанскую спальню не похоже ни разу. То есть здесь как раз размеры, наверное, то, что привыкли наши российские. Украинские покупатели. Когда спальня, это почти как зал. Здесь действительно места достаточно много. Здесь можно поставить еще и туалетный столик для вашей супруги. И, в принципе, здесь есть еще и выход на террасу тоже. И терраса крытая. По тому же формату и принципу, как и внизу. Здесь есть вывод на интернет. Телевизор, подводка воды. То есть, если кто-то здесь захочет проводить вечера, то все здесь готово. Здесь вот даже небольшие стульчики. Вопросы, предложения? Что касается, мы сейчас уже посмотрели с вами на первом этаже. На втором вот этот формат закрыть. Вот это все. То есть, ну, скрывается в архитеклом. Еще чем-то дорогостоящая. Это будет операция недорогостоящая. Ну, по цене сказать не смогу. Ну, думаю, что это не будет стоить каких-то таких сверх денег. Вопрос функциональности. Потому что, если закрыть стеклом, то нужно понимать, что по этому стеклу нужно будет ходить. Потому что стекло имеет свойство пачкаться. Здесь бывает, что проходят дожди с песком. И это стекло придется мыть. Соответственно, нужно обязательно либо оставить техническое место для сливы, чтобы можно было отворотиться хотя бы к архерам. Либо, возможно, по этому стеклу можно было ходить. Опять же, здесь, не знаю, может быть, его можно закрыть как-то каким-то другим способом. И наглухо. Это, опять же, вопрос на будущее. Вопрос тому, кому что нужно. Нужно ли обязательно делать здесь защиту от дождика или нет. Может быть, сделать какой-то навес, который будет выезжать и так же убираться, когда он не нужен. Пойдемте дальше. Андрей, у нас что-то еще есть. Да, у нас остался еще один уровень, который мы не посмотрели. Это солярий. И давайте его посмотрим, и там уже подведем итоги. Ну что ж, друзья, мы с вами поднялись на третий уровень. Это уровень солярия. Здесь сделаны все возможные подводки. Подводу, электричество и так далее. То есть здесь можно сделать летнюю копню. Можно построить тент. Чем этот солярий выгодит? Для тех, что здесь 360 градусов. Панорама, и куда бы вы ни посмотрели, здесь везде будет очень красиво. За спиной нашего оператора горы. С левой стороны видно все вплоть до аликанта. С правой стороны видно все вплоть до альбира и далее. Как видите, здесь все очень зелено. Здесь вокруг очень много сосен. Воздух здесь сумасшедший просто. И после дождичка здесь очень приятно дышать. Так что если у вас проблемы с респираторными заболеваниями, то вот здесь самое место их лечить. Превосходно, Андрей. Мы сейчас увидели все. И действительно, да, вид поражает. Меня как потенциального покупателя, теоретического, меня в данный момент устраивает все абсолютно. Мне очень нравятся эти виды. Это жемчужина, наверное, этого дома. Очень важно знать. Предположим, я купил эту квартиру, у этой квартиры этот дом. И, соответственно, мне нужно есть. Мне нужно вести детей в школу. И все прочие вопросы. Как обстоят дела с этим здесь? Здесь есть несколько опций. В плане обучения начнем. В плане обучения есть две школы. Есть одна в Министрате. Это публичная муниципальная школа. Бесплатная. Есть школа также в Венедорме. Но обычно эта школа назначается муниципалитетом по тому месту, где вы проживаете. То есть если вы хотите обучаться в обычной испанской школе, вы даете заявку в муниципалитет. И муниципалитет вам дает на выбор несколько школ, где есть листа. Если же вы хотите обучаться в частной школе, то здесь, опять же, есть несколько вариантов. Есть школа в Венедорме Лопа де Вега. Одна из таких известных. Это испано-английская школа. И есть полностью британская школа. Билингвистическая. Тоже есть английский, но и испанский тоже. То есть если английский будет основным, она находится вот здесь, недалеко в Нусе, примерно минут 10 езды. Что касается покупки продуктов, здесь зона коммерческая фенестрата. Она находится здесь примерно минут 5-10 езды. Можно дойти пешком, но, опять же, с продуктами не очень приятно ходить по жаре. И, в принципе, здесь развита очень урбанизация. В этой урбанизации есть свой ресторан, спортивный клуб, спа-клуб, Телесная академия и консьерж-сервис 24 часа. Отлично, превосходно. И касательно пляжа. Я захотел на пляж, сколько мне до него ехать. Здесь примерно 2,5-3 километра до ближайшего пляжа. Ближайший пляж будет здесь в Пони-Янте, город Генитарм. Здесь еще один момент, который я хотел бы отметить. Давайте переместимся вот в эту сторону. Есть один минус, который я обязан просто сказать всем будущим покупателям, Ярославу тоже. Это то, что здесь есть... Дома стоят под уклоном, да, но уклон здесь не такой кардинальный, драматичный, да, который позволит каждому дому иметь одинаковые виды. То есть то, что мы с вами видели сейчас, не факт, что будет те же самые виды из других домов. Потому что перед ним будет стоять дом и частично виды будет загораживать. Это единственный минус, который я хотел бы выделить, да, и его обязательно нужно отметить. Определенно, если мы берем для себя, значит, берем это. Да, берем это. Если мы говорим именно про этот дом, то цена его 654 тысячи. Здесь 120 построенных метров, то есть это чистая жилая площадь. И если мы берем, скажем, техническую построенную площадь, это 150 с лишним метров. Участных здесь почти 500 метров, 496 квадратных метров. Находится это все в Сьеррокартине. Замечательный поселок. Наверное, один из лучших на Куста-Бланке. И если вы хотите посмотреть другие варианты, виллы, которые идут за ней, они чуть-чуть дешевле, не намного, но дешевле, можете обращаться ко мне или к Ярославу, и мы с удовольствием вам поможем. А мы еще раз со своей стороны благодарим Андрея за проделанную работу, за что он знакомит меня с новой территорией, Финистрата, Виннидорма. Для меня все новое. С точки зрения меня как покупателя, меня мой риелтор полностью устраивает. Говорим ему большое спасибо. Спасибо, Ярослав. Я думаю, что если понравился вам этот формат, пишите в комментариях, мы будем продолжать делать что-то похожее. Поэтому ждем от вас фидбэка, ждем от вас обратной связи. Конечно, если вам понравился какой-то объект в другом городе, например, в Валенсии, вы можете пригласить либо меня, либо Ярослава, чтобы Даниэла, например, или Юля провела нам экскурсию, а мы бы задавали каверзные вопросы. Так что пишите, оставляйте ваши заявки. И до новых встреч. Спасибо вам. Подписывайтесь на наши социальные серии Facebook, Instagram и YouTube. До скорого. Пока.